Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Ти-Илим, 19-й псалом. Ну, это вообще особый псалом, хотя бы потому, что он включен всегда в субботнюю молитву, и в шаббат просто так целый ряд включен, не просто так включен целый ряд каких-то псалмов, и начинается именно вот с этого. Поэтому все говорят каббалисты, что это очень особенный псалом, в нем шесть раз упомянуто имя Бога, что само по себе делает его еще уникальным. В свое время Веленский Гаон сказал величайшую сгулу, что тот, кто читает этот псалом в шавуот, может после этого просить что угодно, это всегда будет действовать. Молитва о мудрости считалась у мудрецов, вот именно когда человек хочет продвинуться, когда человек хочет понять больше, он читал этот псалом. Есть такие слова очень известные, что закон Всевышнего успокаивает душу, именно в этой псалме. В них надо немножко вдуматься, они не просто так сказаны, есть даже специально хасидут такой на эти слова. Однажды к Раби Цвигиршу из Риманова пришла плачущая женщина и несправедливо говорит суд был и страшно плакала. Цадик позвал судей и говорит, покажите меня на чем вы основывались, принимая решение. Они дали ему, разобрали этот раздел книги и оказалось, что действительно допущено проблемное какая-то толкование, не в пользу женщины сделано, неправильно короче. И один из судей спросил его, откуда вы знали, что допущена ошибка? И он сказал, что сказано в Тегилии, закон Бога совершенен успокаивает душу. Женщина не могла бы так долго надрывать себе сердце и плакать, если бы решение суда было основано на истинном законе. Так устроен мир, мы должны в это вдуматься. Написано, что улучшает память этот псалом. Берут вино, размешивают с медом, говорят псалом, пьют это вино в очень небольших количествах. Это улучшает память. Написано, что если в бизнесе или в жизни кто-то что-то украл, или ты считаешь, есть 8, 9, 10 строчки этого псалма, которые делятся по 5, ты читаешь, и это помогает тебе. Там есть более глубокие, но мы не будем уходить в эти мистики. И это поможет тебе разобраться в тяжелой ситуации. Одно из самых главных 19-го псалма, это сгула для плачущих детей. Если ребенок плачет, если ребенок все время маленький плачет, это точно сразу надо читать 19-й псалм. Написано, что 6 стихов 19-го псалма соответствуют словам в начале сотворения Бога и земли. То есть из этих 6 букв, 6 слов, 6 стихов вместе заключена вся действительность. Это Зарм написал. И поэтому писал Рабин Ахман, что если есть какие-то страдания, ведь вырастить ребенка это целый мир построить. Если есть страдания того, кого воспитывает детей, какая-то проблема с воспитанием, какие-то сложности, читай 19-й псалм и кусочек о творении главы Брешит. Но еще раз повторяю, но в первую очередь он способствует ежедневное чтение 19-го псалма. Кроме того, чтение 19-го псалма является сгулой для того, чтобы ребенок, я уже начал говорить, прекратил плакать. Как очень многие отмечают каббалисты, это одно из самых действенных средств. Также считается, что прочтение этого псалма помогает роженицам в тяжелых ситуациях, особенно его обязательно надо читать. Ну и вообще написано, что псалом помогает посеять мудрость и разум в голове, что одно достаточно назвать его великим. Вот такой вот он 19-й псалом. Брахава от слаха.